Он совсем не казался брошенным, опрятный, в теплой одежде, улыбчивый. На поиски родных мальчика по имени Сережа, как впоследствии выяснилось, бросились все – местные жители, полиция, СМИ. По закону, ребенок был помещен в больницу, где прошел полное медицинское обследование. Все это время активно работали следователи. И уже спустя четыре дня удалось определить личность ребенка, а главное – понять, кто его мать. Его опознали знакомые, этого ребеночка. Выяснилось, что мама, которую зовут Татьяна, как нам пояснили, просила их время от времени, вот эту вот семью, сидеть с ребеночком. И тогда мы узнали, что его зовут Сережа. Дальше нами, в ходе оперативных мероприятий совместно с сотрудниками МВД, было установлено последнее место жительства Татьяны, где она проживала со своим знакомым. От знакомого узнали полные данные Татьяны, но он нам тоже пояснял, что я не знаю, где она. Мать объявили в федеральный розыск и буквально через несколько дней Татьяна была задержана прямо на перроне Павелецкого вокзала, куда она приехала на поезде из Саратова. Факт оставления ребенка мать подтвердила, объяснила тяжелым финансовым положением. Женщина, гражданка Украины, в Московской области перебивалась случайными заработками. В настоящее время в отношении Татьяны Щелковским городским судом избрано меропресечение в виде заключения под стражу сроком на два месяца. За эти два месяца мы закончим расследование по уголовному делу, направим его в суд для рассмотрения по существу. И дальнейшую судьбу Татьяны решит Щелковский суд. Вопрос о лишении родительских прав будет рассмотрен в суде. Но пока же Сережа нашел временное пристанище в так называемой ресурсной семье. Органы опеки подобрали для ребенка наилучших кандидатов. А Левтина и Фатих воспитывают и своих, и приемных детей. К маленькому Сереже сразу прониклись и окружили его любовью и заботой. Но как бы ни было хорошо малышу, у приемных родителей его, скорее всего, придется отдать. Мальчик не имеет гражданства России. К тому же на Украине у матери остался муж и двое других детей. Направили письмо в посольство Украины. И уже сегодня с утра нам поступил ответ о том, что они готовы принять этого ребенка к себе. В страну свою, на Украину. Сейчас они займутся поиском родственников. Мы передадим им данные все, известные нам. И, может быть, они найдут родственников матери. Может быть, там бабушки, дедушки, тети, дяди. Если даже не найдутся родственники, или они откажутся принять мальчика в семью, или они будут неблагополучны, то в таком случае украинская сторона все равно примет меры к депортации этого ребенка и к устройству его там в замещающую семью. Но на территории Украины. В ноябре Сереже исполнится два. Для своих лет малыш уже перенес немало потрясений. И очень хочется верить, что в его жизни появятся любящие и заботливые родители. Наталья Медведева, Сергей Максимов, телерадио компания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok